Исторический идиотизм Исторический идиотизм Исторический идиотизм Исторические идиотизм Исторический идиотизм Конечно, никаких событий нет, они говорят, украли, просто украли, стерли, этого нет. В голову как-то не приходит, что те же самые люди, которые вели счет от Рождества Христова, те же самые люди и публиковали вот эти цифры на пять тысяч лет длиннее. Просто счет от сотворения мира по Библии, библейская дата была условно установлена, но потом перешли все-таки на более точную дату, даже дата рождения Христа тоже точно не установлена, плюс-минус два года, два-три года, условно установили вот эту дату, этот год нулевой, условно установили, точнее первый год, нулевую точку отсчета установили, от нее считают. И вот так же условно была установлена дата сотворения мира по библейским расчетам. Вот, конечно, они не верны и не могут быть точными, поэтому от нее отказались. Ну, где-то по привычке продолжали этот счет проводить. Именно для современных невеж, чтобы они морочили себе голову, рассказывали бредни всем остальным. Ну, естественно, к этому подцепляют все, как вот делают на телеканалах, чтобы морочить людям голову, подцепляют любую информацию к этому. Летописи, оказывается, у нас все переписаны, вот, и сожжены все ценные бумаги, которые якобы существовали когда-то там. Ой, великая русская цивилизация была до прихода христианства, почему от нее ничего не осталось. А, говорят, были огромные, там чуть ли не миллионные города, но деревянные, и почему-то вот они исчезли бесследно. Ну, представьте себе, даже десятитысячный город, если он построен из дерева, все равно он останется, и археологи найдут. Да, через пару тысяч лет дерево обращается в пыль, но люди не только деревом живут. Вот, образуется так называемый культурный слой, и его археологи раскапивают. Ну, нет, и не было этих городов. Каждый народ когда-нибудь родился. Это никак не входит в голову невеждам, которые действительно превращаются в русофобов. Они ненавидят известную Россию и придумывают себе неизвестную. И начинают рассказывать всякие бредни о каком-то дохристианском величии Руси. Ну, не было бы, и слова такого никто не знал. И Русь – это, вообще-то, сначала первоначальное название земли, русская земля. И вот Киев, Чернигов, там, вот, в этом, там, Переславль, вот, там, где-то, где-то в этом треугольнике была русская земля. Потому что племя Русь пришло, там, вместе с северными славянскими племенами. И потом это название перешло к народу, и бывшие славянские племена начали называть все больше себя русскими. Вот и все, это, где-то, там, восьмой век нашей эры. А славяне впервые упоминаются в письменных источниках в пятом веке. Жили они до этого? Ну, жили, и что с того? Ну, знаем мы о них только с пятого века нашей эры. А раньше нет, но не использовалось это слово. Если древние греки что-то записывали, то они писали про скифов, про сарматов. Ну, не было там ни русских, ни славян. Вот со славянами они познакомились только в пятом веке. А до этого, да, наши предки в этногенезе русского народа играли роль и северные славяне, и восточные, и, может быть, и западные славяне, и скифы, и сарматы, и фракийцы, многие. Но это не значит, что это и есть русский народ. Мы не можем точно сказать, когда русский народ родился, это для человека известен день, а чаще всего и час рождения. А для народа нет, для народа общепринятым так же, как и... А когда основан город? Ну, когда впервые упоминается в летописи, тогда он и основан. Было на этом месте раньше поселение? Возможно, было, но о нем мы ничего не знаем. Или если археологи раскопали, то там какие-то остатки, мы не можем сказать, сколько там жило. Действительно ли это был влиятельный город, появился в письменных источниках? Вот и отлично. Это, значит, мы можем с этого момента отсчитывать. А если нет письменного источника, какие-то останки, ну, да, было поселение на этом месте, когда возникло, кто там жил, мы точно не знаем. Есть определенная условность. Как бы письменный источник означает признание существования того или иного населенного пункта, того или иного народа. С какого-то момента точной даты рождения народа мы не знаем. Примерно знаем, примерно знаем, когда в летописях упоминается или в каких-то писаниях других народов поминаются русские, русы, когда поминаются славяне. А другие наши предки, они назывались по-другому, ничего страшного в этом нет. Так же, как и, там, ну, не меряется старый с молодым, что почему-то родиться раньше – это почему-то лучше. Ну, конечно, древность – это огромный ресурс. Ну, так вы пользуетесь этой древностью, что вы ничего не знаете-то? Наша древность – это и древняя Греция. Наша древность – это и древние Римы. Первый, второй, третий Рим – вот истоки нашей истории. Так вы интересуетесь этой древностью, известной древностью, а не измышляете себе, как всякие невежда, неизвестную историю, о которой знать ничего не надо, потому что ее нет. И это якобы оправдание того, что вы не знаете действительно реальной, зафиксированной истории. А русская история зафиксирована очень хорошо в сравнении с многими другими народами, в особенности с теми народами, которые уже давно ушли и стерты с лица земли, или ушли, угасли, увяли. Вот эта история документированная, она должна быть известна. И XIX век – это высший всплеск русской государственности. Если вы ничего не знаете, а более того, клевещете на него, то никакой вы не русский, а самый настоящий русофоб. Присоединяйтесь к гнусным клеветникам, которые на Россию продолжают клеветать. То ли это большевики, то ли это либерасты, то ли это вредноверы, у которых вообще вся Русь полностью выдумана. И какие-то ГБшные придумки они считают действительно признаками существования отдаленной какой-то Руси, о которой, естественно, они ничего не знают. Ну, такие фэнтези – это же удобнее себе что-то понапридумывать, вместо того, чтобы изучать то, что было на самом деле. Еще одна дурь – это требование перевернуть флаг черно-желто-белый, вот в такой последовательности. Переверни – правильно будет белый сверху. Это полный идиотизм, ну полный идиотизм. Флаг вообще может быть любым. Если это флаг, который не закрепился у наших врагов, то флаг может быть любым на любом мероприятии, любых цветов, кроме тех, которые уже закреплены и стали символами враждебных нам сил, враждебных нам государств, движений и так далее. Черно-желто-белый, бело-желто-черный, желто-черно-белый – какой угодно флаг. Но вот эти цвета, черно-желто-белые цвета – это цвета Российской империи. Приверженцы Российской империи, они традиционно используют свои цвета на своих флагах вот такие. Единственный флаг, который имел государственный статус, я подчеркиваю, поэтому он выделяется среди всех остальных – черно-желто-белый. Без всяких рисунков – черно-желто-белый. Вот именно такой. Он утвержден указом государя-императора. Никакие другие флаги не утверждены. Да, есть носили и другие флаги. И в честь династии вывешивали флаги бело-желто-черный. Это не имеет никакого значения. Этот флаг и любой другой в черно-желто-белых тонах можно признавать имперским, но единственный флаг, который выделен среди них – черно-желто-белый. И я обещаю. Я обещаю и железно буду исполнять это правило. Кто мне будет говорить «переверни флаг», я того сразу вычеркиваю просто из своих знакомых, из тех, с кем я общаюсь. Переверни флаг, правильный флаг белый сверху – все, пошел вон. Только так и никак иначе я просто уже не могу это терпеть. Я уже 30 лет слушаю вот этот собачий бред «Переверни флаг». Больше не желаю. Вот такие тут есть, естественно, все летописи переписаны в угоду кому. Ну, в ненависть к династии Романовых, Романовы переписали все летописи, а все неправильно уничтожили. Это тоже бред сивой кобылы. Потому что это вы нынешние времена тотального вранья. Сами же врете и сами еще в это верите и утверждаете эту веру. Отличаются эти времена от времен отдаленных тем, что тогда к текстам относились как к священным. Их переписывали, даже не понимая. А переписчик переписал в точности. Бывали ошибки. Одно слово на другое, скажем, устаревшее слово меняется на слово более близкое переписчику. Но эта ошибка сразу видна. Понятно, что переписывалось. К текстам относились как к священному наследию. И никто летописи не калечил и не переписывал. Это такой поклеп на наших предков, в особенности на тех, кто сохранял историческое знание. Это относится и к древним цивилизациям, и к нашей истории. Да нет, летописи описывают именно то, что и было. И ничего не вычеркивают. Может, там какие-то позорные страницы вычеркивались или не вычеркивались, точнее, а не записывались. Но то, что никто не исправлял и не подделал летописи, это 100%. Кто этого не понимает, тот просто оправдывает свое невежество, нежелание знать русской историей. Ну, не желаете, идите тогда к русофобам, нечего лепиться к русскому движению и к настоящим русским людям. Петра, конечно, подменили. Петр I поехал в Европу, его подменили, приехал другой человек и начал тут реформы. Ужасные реформы, которые и Петра прославили как великого, и Россию сделали великой державой. Критика есть, у Солоневича все правильно, я с этой критикой согласен, много правильного. Но вот эта глупость Петра подменили, попробуйте подменить отца, которого вы знаете с детства. И вот, пожалуйста, то есть придворные так все приняли, вот князья, там графы и так далее, которые собственным родом гордились, вот взяли и приняли какого-то самозванца, похожего на Петра. Да вы что, ну вы с ума сошли просто. Такие вещи говорить, ну может действительно полная невежда, либо дурак. Вот дурак, который просто ищет, где бы изгадить нашу историю. Вот таким образом. И таких полно. Самое, конечно, катастрофичное это сталинизм. Это полный бред. Сталин принял страну сахой, значит, а сдал ее с атомной бомбой. Полное вранье. Вот мы сейчас имеем объемные знания о состоянии Российской империи, экономики, культурной жизни, науки, духовной жизни. Все это на голову выше всего совка. На голову выше. В сравнении с, естественно, сравнивать надо сравнимое, а не несравнимое. В сравнении с той ролью, которую так называемая советская Россия, в кавычках Россия, играла после так называемой революции, на самом деле государственного переворота, мятежа, бандитского захвата власти. Действительно, Россия, Российская империя была великой державой и русским национальным государством. А сталинская Россия, это и не Россия, а СССР, название политическое, название Россия, все это, литературная, ушедшая в сторону СССР, Советских Социалистических Республик, не империя, не государство, Союз Советских Социалистических Республик. И правили там бандиты, самые настоящие бандиты. Сталин один из бандитов. Легенда о том, что он окончил семинарию, якобы там то, значит, образования в Российской империи не было, а тут, понимаете, светоч самых разнообразных знаний вышел из семинарии. Да не закончил он семинарию и не учился там практически. Какие-то курсы прослушал, которые ему были интересны и свалил. Да не было никакого образования у этого человека, вообще никакого. И вот все эти, и талантов никаких не было. Когда опираешься на великое наследие, вот огромная страна, огромный народ, вот Путина посадили в РФ, и он вроде как великий в рамках величия Российской Федерации. Не ты украшаешь место, а место тебя красит. То есть ничтожество посади на трон, он вроде бы покажется человеком достойным. Ну, на троне на самом деле достойен только тот, кто имел право и по праву этот трон занял. А эти самозванцы залезли на вершины власти и вроде как украсили сами себя должностями и разными званиями. Типа там генералиссимус, вот, ну, Путин там у нас кандидат экономических наук, не знаю в экономике, не понимаю в экономике абсолютно ничего. Рабы ему написали, вот он даже, я думаю, и не читал, что они там переписали из какой-то английской книжки. Вот, они сами, они себя украшают, но они никак не украшают нашу страну, и мы только позор видим. Только позор. Ну, все эти анекдоты про Сталина, что он такой бессеребренник, что осталось после него там штопанная шинель и пара стоптанных сапог, это полное вранье. И вот это вранье накапливается, вместо того, чтобы знать реальное состояние дела, реальную историю. Ну, да, Сталин крупная историческая личность, несомненно, историю СССР, историю большевизма надо знать. Надо знать и с одной стороны, и с другой. И то, что усилиями русского народа и союзных ему народов действительно превращало научные достижения, научно-технический прогресс в материальные богатства, без сомнения. Но то, что власть КПСС была преступной, что никаких выборов не было, и то, что это настоящие бандиты у власти, которые решали вопрос точно так же, как решают бандиты во главе с Путиным. Нет человека, нет проблем. Так и решали. Вот эта вот подменная история, в особенности в 20 веке, она, конечно, убивает русский дух, русское самосознание, и требуется определенные усилия, чтобы не принимать ложь. Я занимаюсь древней историей, занимаюсь современной историей, я вижу, как ложь и туда, и туда распространяется из нашего времени, из нашего невежественного и аморального времени. Надо какое-то вырабатывать в себе чувство, чтобы не принимать все это, не повторять, не переносить ложь. И то, что касается унижения нашей страны, нашей истории, прежде всего, великой истории дореволюционной, которая действительно была славной. Во многом там были, как и во всяком человеческом деянии, есть темные и светлые стороны. Все это надо знать и понимать. Но если вы оскорбляете и оскверняете русскую историю своими домыслами, то вы не русский, вы русофоб, вы русскоязычный россиянин, который повторяет бредни, которые специально придуманы для того, чтобы унизить нашу историю и показать, что ничего хорошего там не было. А вот все хорошее – это какой-нибудь сталинизм или какой-нибудь путинизм. Образованность и чувство гордости за свою страну, если есть чем гордиться, надо гордиться тем, что действительно истинно и то, что было, а не выдумками. Вот это и есть формирование русского самосознания. Русские в этом и могут сплотиться, формируя русское самосознание, отбрасывая все советские выдумки об имперской России, отбрасывая самовосхваление советов КПСС, ЧК, КГБ и так далее. Отрицая все то, что сегодня превращает позор в славу, якобы Путин прославляет себя на позорных деяниях, которые переформатируются под какую-то славу и выставляют таких вот шизофреничных личностей, типа какой-нибудь Захаровой, который рассказывает об огромных внешнеполитических успехах при тотальном провале. Или какого-нибудь Пескова, который нам начинает рассказывать всякий бред собачий. Мы знаем, что полный провал, он нам расскажет, что колоссальный успех. Нужно иметь чувство истины. И это есть часть личности, часть характера русского человека. Хочешь быть русским, будь им. Слава Руси, Господи, спаси. Слава Руси, Господи, спаси.